Дорогие зрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнуты, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Ивангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весть. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог бласит вас. Присоединяйтесь. Слава нашему Господу. Знаете, Бог наш есть Бог. Библия говорит, Бог есть любовь. И Он открывается в Священном Писании, как Бог любви в Ветхом Завете, в Новом Завете. Мы видим, как Бог говорит каждому человеку, обращается со словами любви, милости. Это Его природа. Это Его благодать. Вместе с этим Бог справедливый, многомилостивый. И Библия говорит, что страшно впасть в руки Бога Живого, потому что Он есть огонь поедающий. Это тоже Его природа. Но, тем не менее, милость превозносится над судом. И Бог говорит в Своем Слове, что не желаю смерти гречника, но чтобы все обратились и спасены были. Я сегодня хочу немножко поделиться. И очень простым словом хочу вам предложить два коротких стиха. Первое место Писания – это Иоаннгелия от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Записано так. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И второй стих мы прочитаем, первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. Здесь записано так. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Я хочу сегодня говорить на два простых момента, которые здесь содержатся в этих стихах. Первое – это наша любовь к Богу. И второй стих – это Божья любовь к нам. И вот здесь, когда мы прочитали с вами в Евангелии от Иоанна, что Иисус говорит «Если любите Меня, заповеди Мои соблюдите». То есть этот стих говорит о нашей любви к Богу. Прежде хочу спросить, друзья, как вы думаете, вообще христианство в целом, в чем оно заключается? Какое главное содержание христианства? Что главным является в христианстве? Наверное, любовь. Любовь содержится не просто в нашем разуме, она содержится в сердце, потому что сердце – это тоже главное в человеке. Больше всего хранимого – храни сердце твое, потому что оттуда источники жизни. Любовь побуждает, любовь движет, любовь рождает, любовь сохраняет, любовь вынашивает. Любовь, как Павел говорил, она не перестает, она все переносит. Языки умолкнут, любовь не прекратится. Любовь верит, она надеется, она ждет, она покрывает. Много-много что делает любовь. И любовь – это то, к чему должен стремиться каждый христианин. Любовь – это настолько важно для нас, что, я думаю, без преувеличения скажу, мы не даем себе отчета, если мы не испытываем себя на вот этот вот предмет. Помните, когда Петр отрекся, и первая встреча с Господом, когда они встретились, Господь говорит ему, трижды задает один и тот же вопрос. Петр, любишь ли ты меня? Я думаю, что мы должны задавать себе вот этот вопрос, любим ли мы нашего Господа. Это вопрос главный. И суть не в том, даже что мы делаем, но Бог, Он взвешивает нас по нашим намерениям. Потому что дела могут выглядеть красиво, но Бог смотрит суть, Он смотрит мотив, Он смотрит в сердце, Он смотрит то, почему мы это делаем. Может быть, мы делаем не из-за любви, а потому что мы мотивированы какой-то корыстью, гордостью, тщеславием, чем угодно. Поэтому Бог, улыбка, если есть у нашего Господа, это от того, что мы что-то делаем с любовью для Него. Он может принять только то, что сделано с любовью для Него. Аминь, братья и сестры. И более того, знаете, как в Библии есть? Помните, апостол Павел говорит, что Господь грядет, маранаафа. И он говорит, да будет анафема всем, кто не любит Господа. То есть самый страшный день для человека, когда Господь придет и окажется, что мы не служили Ему в любви. Самое страшное, когда мы думали, что мы Ему служим, следуем, а потом, когда Он придет и отделит нас не на ту сторону, в которую мы хотели бы попасть, а та сторона, по правую сторону, когда Он будет отделять. Друзья, поверьте, там будут только те, кто любил Господа, кто следовал за Ним. И вот здесь Иисус говорит, в чем состоит любовь к Богу. Конечно же, многие из нас по-разному понимают любовь к Богу. Некоторые думают, что любовь к Богу – это нужно уйти куда-то там в келью, в одиночество, обрить голову, одеть на себя какие-то вредища, жить в лесу, никого не видеть, жить отдельно от людей и любить Господа. Некоторые думают, что вот такая вот любовь, она вот настоящая. Я не берусь судить этих людей, но я думаю, друзья, что это не так. Некоторые думают, что нужно оставить определенный род занятий, профессию, оставить, дети их дома нуждаются, испытывают недостаток в хлебе, жены их плачут, но они настолько святые, они настолько любят Господа, что они вот просто вот с Господом всегда. Для некоторых любовь – это чувство переполненное, какое-то переживание, какое-то вот такое просто чувство. и мы, если делимся этими чувствами, говорим друг другу, мы так любим, мы так, я без тебя жить не могу и так дальше. Но согласитесь, друзья, это недостаточно, просто испытывать чувство. Потому что любовь – это не чувство, а дела. Иисус Христос показывает связь, прямую связь, что наша любовь к Нему – это наше отношение к Его слову, к Его заповедям. Так вот, говоря о заповедях Божьих, друзья, хочу сказать, что многие не знают их. Как же мы можем научиться любить Господа, если мы не знаем заповедей? Согласитесь, нереально это. Мы не можем любить Бога, если мы не знаем Его заповедей. Библия говорит, заповедь Его не тяжелая, она легкая, она несложная. Но для кого-то сверхсложная, для кого-то заповедь, ну, мы сами поставили далеко от себя заповедь. Почему? Потому что мы его не совсем понимаем. Наша природа еще такова, что мы не готовы исполнять эти заповеди. Мы еще не готовы прощать врагов, благословлять проклинающих. Поэтому мы говорим, как бы, не понимая заповедь, но я еще не дорос до этого. Друзья, я могу спросить, а делает ли это для нас какое-то исключение? Если в силу моего невежества, духовного непонимания заповеди Божьи, делает ли это для меня какое-то извинение или исключение? Нет. Господь говорит о всех заповедях, что они жизненно важны для нас. Если Библия говорит, Иисус так сказал, что когда придешь к жертвеннику, и вспомнишь, брат твой имеет что-то против тебя, пойди, оставь дар твой, пойди, примирись с братом, а потом вернись и принеси. Но многие из нас, мы из года в год живем, вынашивая и взращивая какую-то боль, какую-то обиду, какую-то горечь, и мы наивно полагаем, что наше служение будет приемлемо Богу. Мы сильно ошибаемся, потому что Его Слово говорит очень ясно и определенно. Нужно оставить дар, пойти и примириться. Я рос еще в той церкви, и я помню, как многие люди уже в таком возрасте, они, будучи 20, 30, 40 лет в церкви, я слышал от моих родителей, как, слава Богу, некоторые из них, они, когда уже были на одре болезни, они приглашали в дом свой тех людей, кого-то из своих родных, близких, с детей, может быть, даже, с кем они годами, десятилетиями не могли разговаривать, видеть не могли. Но перед смертью они сильно хотели увидеть, попросить прощения, примириться. Почему? Потому что вот умирать надо, и вот она смерть. Вот нужно предстать перед Богом. И, к сожалению, вот это осознание приходило так поздно. Библия говорит, если видишь, ногу воодень. Какие заповеди Божьи? Они простые. Молиться за проклинающих, за обижающих. Молиться, не проклинать, не желать им зла. Друзья, в этом любовь Божья. Вот она складывается каждый день из тех заповедей, которые звучат нам. И насколько мы относимся к этому слову, насколько мы исполняем это слово. Конечно, я привел примеры, что не является любовью, когда мы исполнены просто чувств, когда мы идем на какие-то фанатичные поступки, привлечь внимание и так дальше, уходим куда-то в одиночество, закрываемся. Но намного сложнее, оказывается, ну, по крайней мере, для меня, ходить в Божьих заповедях. Для этого нам Бог и послал Дух Святой. Иисус, помните, дальше Он говорит, что «Если любите меня, заповеди мои соблюдите, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами». Присутствие Божьего Духа для того, чтобы нам иметь эту способность исполнять Его заповеди. «Запомни, друг мой, Дух Святой не будет тебе помогать в том, когда ты вынашиваешь какую-то боль, в том, что ты вынашиваешь обиду, в том, что ты вынашиваешь гордость или еще что-то. Дух Святой не будет в этом помогать. Он помогает в нашем желании ходить в Божьих заповедях». Это важный вопрос, потому что это моя любовь к Богу. И когда мы придем перед Богом, вот этот вопрос будет, вот это будет критерий, определяющий нашу жизнь, наше служение, наше христианство, наши дома, наши семьи, наши отношения. И если будет звучать вопрос, звучит вопрос «Почему я не люблю этого человека?» или «Почему я поступаю с этим человеком так или иначе?» Вопрос только в одном – «Люблю я его или нет?» Друзья мои, но как говорит Новый Завет? И когда говорит Господь о новой заповеди, что Он имеет в виду? Новую заповедь. Неужели это какая-то другая заповедь? Ведь уже сказано в Ветхом Завете «Люби ближнего твоего, как самого себя, а Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью». Но заметьте, апостол Павел в послании Ефесянам говорит, обращаясь к мужьям, как мужья должны любить своих жен. Кто-то помнит это местописание? Оно часто звучит в церкви. Мужья любите своих жен как? Как нужно любить? Как? Как и Христос возлюбил кого? Церковь. Я хочу, чтобы вы увидели разницу. В Ветхом Завете звучит «Возлюби ближнего твоего как?» Как самого себя. А здесь, на мой взгляд, это уже такая немного больше любовь. А как мы любим сами себя? Если мы спросим, как мы сами себя любим, то окажется, знаете, что мы порой себя не можем снести, терпеть. Можем сами себя обозвать. А Христос как возлюбил церковь? Он предал себя за нее. То есть, вот новая заповедь, что мы должны стремиться к вот такой любви. Жертвенной любви. Мы должны стремиться к этой любви. Я не говорю, что мы достигли этой любви. Но, друзья мои, мне кажется, что Писание побуждает нас, указывая на вот эту любовь Божью, которая открылась нам. Которая звучит, обращается. Которая, которая показана нам в примере, когда Иисус умер за себя, отдал себя за нас. Жертвенная любовь. И я хотел бы перейти вот ко второй части. Это любовь Божья к нам. Вот любовь Божья к нам. А ты спросишь, какая любовь Божья ко мне? Мы часто сталкиваемся с людьми, которые не понимают и не принимают Божью любовь. И нам, конечно, больно, глядя на людей, которые отвергают Божью любовь. Божья протягивает им свою руку. Он обращается к ним. Но они не принимают ее. Если вы обратитесь в Ветхий Завет, многие почему-то делают вывод, что вот в Ветхом Завете Бог такой. Но Он не изменился. И Он Бог любви в Ветхом Завете. И если вы прочитаете со мной Исаию 43 главу, где Бог говорит своему народу, как сильно Он его любит, вы будете шокированы той любовью, к которой Бог обращается. Ныне так говорит Господь. 43 глава. Сотворивший тебя, Яков, устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо Я искупил тебя. Назвал тебя по имени твоему, Ты мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не пожешься, и пламя не опалит тебя, ибо Я, Господь, Бог твой, Святой Израиль и Спаситель твой, выкуп за Тебя отдал Египет, Эфиопию, Савею за Тебя. Вы можете поставить свое имя на место Якова. Так как Ты дорог, в очах моих многоценен, Я возлюбил Тебя, то отдам других людей за Тебя, и народы за душу Твою. Не бойся, ибо Я с Тобою от Востока приведу племя Твое, и от Запада соберу Тебя. Заметьте, это Бог говорит тогда, когда Израиль был рассеян, когда они несли наказание Божье. И дальше, 22 стих. Ты, Яков, не взывал ко мне, Ты, Израиль, не трудился для меня, Ты не принесил мне анцев Твоих во всесожжение, и жертвами Твоими Ты не чтил меня. Я не заставлял Тебя служить мне хлебным приношением, и не отягощал Тебя фимиамами. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня, но Ты грехами Твоими затруднял меня, беззакониями Твоими отягощал меня. Я, Я сам изглаживаю преступления Твои ради самого себя, и грехов Твоих не помяну. Что это? Вот их положение. Они оскорбляли Его постоянно, служили идолам, впадали часто в идолопоклонство. Они в пустыне, когда каждый день чудеса сопровождали, роптали, требовали пищи по вкусу. А Бог говорит, не бойся, Яков. В то время, когда вы не служили, не приносили акцев, не чтили, и отступали от меня, Яков, Бог называет по имени, это как печать, знаете, как вечная печать, что я все равно, я так решил, я буду вас любить. Да, я буду вас наказывать, но в этом Божья любовь. Вот некоторые, глядя на закон, который Моисей дал, они боятся. Они говорят, такой строгий закон, кто может исполнить? Но по большому счету, друзья, согласитесь, что закон, который Бог дал народу своему, это была любовь Божья. Если бы Бог не любил Израиль, Он бы не дал закон. Он сказал, да живите как хотите. Я не хочу, чтобы вы оскверняли мою святую заповедь. Но так как Он любил свой народ, Он дал им вот заповедь, будешь исполнять, будешь жить. Вот это не делай, и это сохрани тебя, обезопасить тебя. А вот так живи. Это уже другой вопрос, когда мы можем, не можем исполнить заповедь, когда для нас тяжело. Поэтому Иисус пришел, родился и дал нам благодать и милость, и дух святой, чтобы мы ходили уже в Его заповедях. Но на то время закон, это было проявлением Божьей любви. Наказание, это проявление Божьей любви. Кого любит, тех и наказывает. Бьет же всякого сына. Так говорит Священное Писание. Но нужно переживать, когда Он не наказывает. Почему? Потому что мы незаконные дети. Мы наказываем своих детей для пользы. Мы наказываем тех, кого мы любим. Я помню, как-то ехал, давно это было, на машине, и смотрю, через дорогу, ребенок бегает чей-то. Такая дорога оживленная, туда-сюда, туда-сюда, перед автобусом, перед машинами. Там куча песка, и она с этой кучей. Я думаю, вот где родители, куда смотрят. Приезжай, поближе смотрю, это моя дочка бегает. Взял, привел домой, рассказал и наказал. Кого любит, тех обличает, наказывает. И вот самое высшее доказательство любви, я буду заканчивать, это то, что он положил за нас жизнь свою. Есть множество примеров жертвенной любви. Я слышал, как один доктор в Марселе, еще в те, почти в средние века, спас целый город, молодой. Он решил остаться. Все доктора ушли с города, а он остался, чтобы вскрыть труп и исследовать болезнь. Это было опасно, чревато для него смертью. Он знал, что умрет, и он умер потом, но он все-таки оставил эти исследования и тем самым спас других людей. Я слышал, как многие матери, они рискуя или даже отдавая жертву свою жизнь, спасали детей во время наводнения. Мама там детей своих на дерево куда-то посадила и понимая, что если она там окажется, она погибнет вместе с детьми, она сама погибла, а детей оставила. Но эта любовь, она в большом смысле она обязывает нас. Но та любовь, которую Господь явил нам, как царь царей, как тот, пред лицом которого никто не мог вот так прийти, протянуть руку и сказать, ты должен это делать. Никто не мог, не смел и не сможет никогда это сделать, а он просто сам отдал свою жизнь. И он отдал свою жизнь, мать отдала за детей. Этот врач пожертвовал себя ради многих хороших людей. Но он отдал свою жизнь за нас, грешников, когда мы были грешниками, Библия говорит. Он отдал свою жизнь за тех, кто плевал на него, кто его бичевал, кто его растягивал на этом кресте, прибивал его руки и ноги гвоздями. Он отдавал жизнь за них. Это его власть, это его суверенитет, это его святая воля. Я когда начинаю думать про себя и анализировать, за что же Бог меня спас? Наверное, потому что он видел, я буду проповедник. Потом думаю, нет, не может быть, такого это исключено. Или вот это Бог видел во мне. И я вам открою секрет, что я в себе ничего не нашел такого, за что Господь мог бы умереть. Ничего такого за что меня можно было любить. Вот как понять эту любовь, когда Бог говорит Исаии, я сам изглаживаю преступления твои ради кого? Ради себя самого. То есть, Иисус взял на себя грехи наши, позор наш, преступления наши, беззакония наши, ради себя самого. Просто вот он посмотрел и решил спасти. Просто полюбил. Как объяснить это? Мы не находим. Но вот эту любовь нужно принять. Вот ты не находишь причин, за что тебя любить, но ее нужно принимать. Ее нужно принять, эту любовь, потому что эта любовь настолько сильна. если Господь говорит, я отдам за тебя выкуп Эфиопию. За кого? За меня. Да что у меня есть такое? Господи, что я могу тебе предложить? Может быть, сокровище этого мира? Может быть, все золото или еще что-то? Да он в чем-то нуждается вообще-то? Да ни в чем он не нуждается. Он все создал. Все ему и так принадлежит. И жизни, и души на... Единственное, что я могу дать, это свое сердце, свою жизнь. И все. Некоторые люди не находят покоя, пока они не состоятся в жизни в чем-то. Что-то надо им достигнуть. На какую-то гору залез. Залез, поставил флажок, постоял, посмотрел, слез с горы, сидит и думает, а дальше что? Ну, побыл на горе, ну, достиг, ну, заработал ты вот это, то и что-то достиг. А дальше что? А дальше пустота. Но жизнь становится осмысленной, когда ты начинаешь любить того, кто тебя создал. Когда ты начинаешь любить его, отдавать ему жизнь и ходить его заповедью. Я так мечтаю о любви, о ласке теплоте и нежные слова твои. пять лет назад нам предложили улучшить жилищные условия и материальное положение. Нам казалось, что все получится, мы будем жить хорошо. Через некоторое время мы поняли, что нас обманули. Попали в долги, жилья лишились. Жена плакала каждый день, думала, дети наши долги будут оплачивать. Потому что это исчислялось миллионами. Мы должны были миллионы. И я понимала, что нам никогда не расплатиться с этим, что просто-напросто эти долги останутся на наших детях. Это было ужасно. На все это еще коллекторы, представители банка, осуждение родственников. В общем, наш мир рухнул. Мы пошли к пастырам, рассказали. Когда за нас молились и пастыра, и братья и сестры молились за нас, и посты брали. Сами бы одни не справились. Это точно. Просили у Бога не материальных благ. Мы просили у Бога, чтобы остаться верными Ему. Случилось вот просто чудо. Вдруг раз и пришел мир. Пришло прощение. Прощение вот этих людей. Вроде бы вот, ну ничего, ситуация ведь не изменилась. Вот как были долги, так они и есть. Вот как нам казалось, что вот и дома не было, и крыши над головой, не знали, куда деваться. Но мир-то пришел в сердце. В духовном мире все изменилось кардинально. А потом, через некоторое время, стало все меняться и в материальном мире. Бог устроил так, что мы сумели построить дом. Мы избавились от долгов. Избавились от долгов. Да. Ну и Бог благословил нас третьим ребенком. Мы поступали, как написано в Слове Божьем. Это наше свидетельство и наша вера в Бога. Семь лет мы жили вот в этой ситуации. Бог обратил, все во благо обратил. Вся эта ситуация, мы из нее вышли в прибыль, в духовном и материальном. Слава Богу, что Бог нам помог. Я так мечтаю о любви, о ласке, тепло, и нежные слова. Так и нужно делать. Как сказано, если прощаете, значит прощайте. Бог даст силу простить. Если у нас сил нет, Бога есть. Он источник всего. Слава Богу.